Всем привет, друзья! Я решила не оба отдельно не снимать, решила снять вблок. Сейчас я по-человечески возьму пакет. У нас второй день подряд. Объявляют уровень оранжевой угрозы. Значит, это означает шквалистые ветры, ливни, дожди и всякое такое. А вчера нужно было уехать раньше, все-таки надо было доехать до бабушки, несмотря на усталость. А вот. И я... Утром надеваешь сапоги резиновые, ну, обещаешь ливень, да? А вот. Не хочется нормальную обувь портить. В итоге... В итоге... Супер тепло, под 26 градусов. Я реально вечером в 7 часов вышла, было очень жарко. Ну, в любом случае, у меня вся моя летняя обувь или расслоилась, или где-то нету набойки. Я вот вам тоже красивый пейзаж, чтобы был. Вот. Или... Еще какая ерунда. Короче, фактически носить нечего для там. Вообще, получается, либо сапоги резиновые, либо осенняя уже обувь, туфли. Вот. Посередине ничего не осталось. Короче, так или иначе. Бюджет 20 рублей. Что хочешь, то и делай. Ходить босиком на работу нереально. Ходить в зимних сапогах, когда нет дождя, тоже нереально. Просто... Ну, зачем себя насиловать, правильно? Вот. В итоге, получилось с оказией в Марко. И там как раз у них сейчас на летнюю коллекцию скидка 25%. В итоге, у меня получилось... Так мило. У меня получилось купить себе боснушки. 21 рубль 2,99 копеек. Вот. Со скидкой. Ну, 2 рубля люфта туда-обратно. Это не страшно. А вот... В общем, супер. Они... Суперлегкие и очень удобные. Да, конечно, с моим высоким подъемом мне очень приятно то, что перемычка, которая в босоножках есть, она так конкретно схватает ногу. Вот. Но учитывая, что я люблю, чтобы у меня нога не болталась, как в калуше, а вот, то... приемлемо. Вот. Ну, сегодня я ведь не смогла, потому что сегодня опять обещали в уровне оранжевой угрозы. Ну, как вы видите, я иду. Ну, да, влажно. Но, как бы, весь ливень прошел местами по городу Минску. Вот. Как-то очагами. И в середине дня. Зато в районе пяти часов. Вот. А я смотрела по Яндексу... А я смотрела утром по Яндексу, что в пять часов обещали дождь, а после девяти дожди с ливнями, с грозами. Такая, в общем, красота. Вот. В итоге я сегодня опять в резиновых сапогах. Я сегодня опять в своем пиджаке. И как бы... Как бы, да. Как бы опять в джинсах. В том же кольце, что и вчера. Ну, в принципе, вот я сейчас вышла. Не знаю, может, градусов 20 таких. Ну, такая прохлада ушами чувствуется, скажем так. Вот. Еще не знаю, почему у меня ухо. Положила. Почему-то левая, не знаю. Может быть, надула у нас дома. Не дома. Я уже работу как дома воспринимаю, что каждый пожитие. У нас на работе достаточно хорошие кондиционеры. Сифонит, конечно, страшно. Ты выходишь весь больной. Даже если не работал, не двигал мышцами, ничего. От разборки склада мне осталось совсем чуть-чуть. Пересмотреть, перебрать, поставить, как оно будет стоять. Потому что завтра мне очень хочется уже сдвинуть стеллажи. Какой-то вид приобретет. В принципе, какой-то или стрим, наверное, я сниму. Или влог. Не знаю пока. Вот. Но это уже будет на канале магазина. А хотя бы, может быть, и в плейлист здесь тоже добавлю. Вот. Основной плюс, что я вышла раньше. Сейчас. Сейчас словлю, чтобы время улететь. Сейчас 21.20. А вот у меня наручная часа. Все фактически без батареек. Поэтому единственный вариант увидеть время – это телефон. Вот. Что сказать мне вам еще? Настроение прекрасное. Прекрасное. Погода чудесная. Видимо, только что закончился сеанс в Авроре. Ребята выходят. Вот. И вообще все супер. Несмотря на то, что в наличии был дождь. Вот. Работа произведена большая. Уставшая, но довольная. Знаете, как это бывает. Вот. Завтра. Завтра. Завтра, надеюсь, закончу. Вот. Будет большая красота. Смотри, ребята, и тут кто-то выходят, а кто-то так и едят в кино. Да. Правда, красиво. Очень здорово. Всем хорошего настроения и хорошего вечера воскресного. Увидимся с вами совсем скоро. Покажу, какие я пацанушки купила. Если кому интересно, смотрите. Следите за новостью. Вот. А я с вами обращаюсь. И пока-пока. До новых встреч. Спасибо за просмотр.